Сколько кредитов не бери, какие суммы не выделяй, чиновники находят возможность освоить их с пользой для себя. Ремонт дорог один из лучших способов для этого, в этом легко убедиться, так утверждают наши корреспонденты из Ивано-Франковской и Черкасской областей. Давайте посмотрим. Дорогу по улице Дорошенко отремонтировали в прошлом году, покрытие еще держится, а вот решетки на ливневках прогнили. И неудивительно, вместо металлических они деревянные. Чтобы капитально отремонтировать 300 метров дороги, городские власти потратили почти полтора миллиона гривен, а таких участков по городу 11. В прокуратуре подозревают, что на этом чиновники неплохо заработали, мол, были в сговоре с подрядчиками и вносили в акты сдачи объектов недостоверную информацию. Каждая дорога имеет свой шар, который должен быть в определенной толщине, в определенной качестве и так далее. Основная проблема – это не та качество, которая забита в акты выполненных работ. Орієнтована сумма сдачи, которая становится более 1 миллион гривен. Чиновники департамента коммунальной политики уверяют – никаких нарушений не допускали. Еще одна структура, которая заключает договоры с подрядчиками на ремонт дорог – городское управление капитального строительства. Мы пытались получить их комментарии, но начальника на месте не оказалось. Но за несколько дней начальник так и не перезвонил. Местные журналисты подсчитали. В прошлом году департамент ЖКХ потратил на ремонт дорог, улиц и дворов более 85 миллионов гривен. И только небольшая часть работ была заказана через сайт Прозоро. Беда с дорогами и в Черкасской области. Вот так еще в начале марта дорожники проводили ремонт в Смеле. Хлопцы ремонтуют дороги. На этой улице местные власти планировали уже не ямочный, а капитальный ремонт. Асфальт сняли, а новый так и не положили. Почему активисты пришли спросить у чиновников? Но в разгар рабочего дня никого из тех, кто отвечает за инфраструктуру в городе, не нашли. Ни заступника, ни выкуночего обовеска, ни кроющими справами, жудные люди. Тогда прямо на проезжей части они оставили надпись, которая говорит «сама за себя». Первым надпись увидел замначальника управления ШКХ. Именно он и отвечает за ремонт дорог в Смеле. Приехал на новенькой иномарке. Чиновник оправдывается, в этом году из местного бюджета выделили 13 миллионов гривен. И почти все освоили. Дороги вы сами видите, я тут ничего запорачивать не могу, правильно? А деньги выделялись. И работы проводятся. Вы можете убедитесь. Вот только в перечне отремонтированных улиц, только второстепенные. До центральных руки у чиновников, видимо, еще не дошли. Станислав Кухарчук, Жанна Дучак. Подробности – телеканал «Интер». Подробности – телеканал «Интер».